МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Миром Гульсал Кимбаева. Сегодня выпуски. Дворец культуры нового Майкудука ремонтируют неквалифицированные рабочие некачественными материалами. К такому заключению пришли депутаты городского маслехата. Руководство дворца намерено подать в суд на нерадивого подрядчика. Голодовка как метод борьбы за свою правоту. Журналисты, которые участвовали в потасовке с чиновниками в Акимате Сатпаева, не согласны с решением суда. За хищение бюджетных денег осужден директор Центра занятости Балхаша. В общей сложности директор фиктивно трудоустроила 47 безработных. Таким образом, директор намеревалась присвоить бюджетные деньги и повысить показатели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все ремонтные работы во дворце культуры Майкудука должны быть завершены до конца августа. Однако до сих пор не выполнена и пятая часть. А то, что рабочие сделали, не выдерживает никакой критики. Такое заявление сделало руководство дворца культуры, объявляя о намерении судиться с подрядной фирмой Аксуран. В середине июля ремонтные работы во дворце культуры нового Майкудука уже были в центре внимания областных властей и общественности. Заказчик обвинял подрядчиков в некомпетентности и срывов всех сроков. Подрядчик, в свою очередь, сетовал на то, что были изменены условия контракта. Директор фирмы Аксуран Саят Мурзабеков на встрече с Акимом области очень эмоционально рассказывал об этом. Смете не заложено. Кабинет есть, потом вообще. Смотрелка есть, покраски нет. Где это? Но за эмоциями скрывалось нечто большее, по мнению специалистов. Подрядчик попросту не умеет работать. Проблема одна. Подрядчик абсолютно нефарсиональный, не пригоден. Не имел где строить. Во-вторых, отсутствие квалифицированного персонала. Здесь рабочие меняются с периодичностью раз в четыре. Берут дешевую врацилу, она не квалифицированная. Проблема в материале. Берут некачественный материал. Мы запрещаем работать. Во время визита на строительную площадку глава региона поручил разобраться в ситуации. В итоге подтверждение нашли слова директора Дворца культуры и представителей надзорного органа. Рабочие на объекте не появлялись с 15 июля, говорит директор Дворца Айгуль Дементьева. Качество работ не выдерживает никакой критики. Да и сам процесс выглядит очень странно. Сначала строители покрасили стену, а затем демонтировали проводку. Пожарная сигнализация закреплена на потолке гвоздями, на полу валяются оголенные провода. Все это говорит о низкой квалификации рабочих. Здесь поменялось уже более 12 так называемых бригад, потому что работают неквалифицированные сотрудники. Ну, то есть рабочие неквалифицированные. Где они берутся, я не знаю. Но когда я попросила у подрядчика принести договор на двух штукатур, два штукатура были, я попросила договор, если это их сотрудники, потому что они меня здесь оскорбляли и ругали, и клеветали. Он до сих пор мне не принес, значит, наверное, договора с нами нет. Поэтому работают неизвестно кто. Директора Дворца поддерживают и депутаты городского маслехата. По сведениям Айбека Жумабекова, подрядчик не имеет даже строительного образования. Сам подрядчик не имеет строительного образования. Он появляется здесь очень редко, относится к этому халатно. Получается, что у него несколько объектов, он разрывается между ними. И здесь нету просто банально бригадира и прораба. Он сам в одном лице замечает их всех. Так почему же именно этот подрядчик выиграл тендер на ремонт Дворца культуры? А все очень просто. Он предложил самую низкую цену. Первоначальная стоимость ремонта Дворца – 31 миллион тенге. Но Аксоран предложил 15 миллионов. И, конечно, победил. Директору строительной фирмы, который так эмоционально выступал перед Акимом области, была дана возможность высказать свою точку зрения. Однако от общения с журналистами он отказался в резкой форме. Сегодня руководство Дворца намерено судиться с подрядчиком. Кроме того, депутаты Маслехата намерены обратиться в парламент с тем, чтобы исключить неблагонадежных подрядчиков, так как они демпингуют до 50%. Ремонт должен быть закончен в конце августа. Однако отсутствие каких-либо работ сегодня не оставляет надежды на то, что в новом учебном году дети придут заниматься в любимые кружки в обновленный дворец. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Журналисты, участвовавшие в потасовке с чиновниками в Акимате Сатпаева, не согласны с решением суда. По их словам, судья вынес неправильное решение. В результате административно арестованные объявили голодовку. Один из них даже попал в больницу. По словам Аскара Кошанова, их сильно избили чиновники. Кроме того, едва не пострадала дорогостоящая камера. Журналист утверждает, что его заявление не приняли в рассмотрении суда. Напомним, общественных деятелей, которые пришли к заместителю Акима Сатпаева, без предварительной записи арестовали на пять суток. Однако с таким решением суда они не согласны. На суде в городе Сатпаев все в одностороннем порядке пришло. Где нас не выслушали, обжалования, ходатайства все наши были отклонены. Отвод судья тоже был также отклонен. Прокурор вынес решение, даже не выходя из зала. Все было как бы подготовлено. И заявление приняли от Тулениной почему-то, хотя заявление с нашей стороны было, как мы потерпевшие. Оскар Кушанов, не согласившись с решением суда, объявил голодовку, как итог госпитализации в больницу. Там он провел несколько дней, находясь на лечении. А в отношении участников потасовки начались слушания уже в областном суде. В отношении Кушанова с Кушановым и Заховича вкладывается в слушание дела на 3 августа, 1 часа, 30 минут. На этом суде без заседания на сегодня являет запрет. Спасибо, до свидания. Напомним, на кадрах любительской видеосъемки видно, что чиновники дрались с журналистами. Раздор произошел перед кабинетом заместителя Акима города Сатпаева. Журналисты искали ответ на вопрос, почему в ночное время продолжают продавать спиртные напитки. Вместо ответа – потасовка судебных заседаний и 5 суток административного ареста. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслон Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. За хищение бюджетных денег осужден директор Центра занятости Балхаша. В общей сложности директор фиктивно трудоустроила 47 безработных. Как сказано в приговоре Балхашского городского суда, сделано это было ради мнимых показателей выполнения программы Дорожная карта занятости 2020 и с целью присвоения бюджетных денег. Как выяснило следствие, начальница фиктивно устраивала безработных в частные фирмы, а их заработную плату переводила себе. Схема мошенничества раскрылась осенью прошлого года. За несколько лет было трудоустроено около полусотни мертвых душ. Сами безработные об этом не знали. В сделке участвовали 6 местных предпринимателей. Они признали свою вину и возместили ущерб государству. Около 9 миллионов тенге. Два года директору Центра помогала одна из сотрудниц. Ее приговорили к 2,5 годам условно. Одному из сообщников дали 5,5 лет также ограничения свободы. Всего в казну возвратили 11 миллионов тенге. Директор был осужден на 5,5 лет ограничения свободы. Один из специалистов также получил наказание в виде 5,5 лет ограничения свободы. Один из специалистов получил наказание в виде лишения слова 2,5 года с применением ст. 63, то есть условное наказание. В отношении 4 подсудимой, то есть индивидуальной предпринимателем было уголовное дело прекращено. В Карагандинской области стартовала республиканская акция «Дорога в школу». В этом году помогать ребятишкам будут с 1 августа по 30 сентября. Всего по республике планируют обеспечить школьными принадлежностями и одеждой около 300 тысяч школьников. В стенах Карагандинской общеобразовательной школы номер 81 прошла пресс-конференция, где представители управления образования подробно рассказали о целях акции. В стенах Карагандинской общеобразовательной школы номер 81 стартовала акция «Дорога в школу». Многодетные и малоимущие семьи из ближайших районов получили школьные подарки. Это немаловажная помощь перед новым учебным годом. Ведь каждый родитель желает, чтобы ребенок не был обделен ни в одежде, ни в учебниках. Главной целью акции является охват детей всеобщим образованием, школой, помощь детям, малоимущих семей, в том числе детям, которые потеряли своих родителей, которые остались без попечения родителей. Сбор и организация данных детей в школы, занятия, социальная поддержка данной категории детей является. Мы приглашаем всех меценатов, предпринимателей, родителей, общественность, чтобы они активно участвовали в данной акции. Тетради, ручки, альбомы и прочие необходимые канцелярские принадлежности, школьная и спортивная одежда и обувь. Все это пришлось как нельзя кстати. Для многих родителей получать такие нужные подарки очень приятно, ведь на сегодня не все семьи могут себе позволить купить все необходимое. Именно поэтому такие акции имеют большое социальное значение. Ирина Шилина воспитывает восьмерых детей. В школу ходят уже четверо. Обеспечить каждого всем необходимым бывает трудно. В акции принимают участие не первый год. И всегда достаются очень качественные подарки, говорит женщина. Кроме таких простых тетрадей, еще такие, которые специальные тетради нужны, это все дорого стоит. Тоже уже об этом думали, думали. Вот сейчас вот сюда пришли, обрадовались. Очень приятно. Когда заботятся, каждый год, наверное, портфели выдают. Всегда в новеньком ходят. И куртки, и спортивные костюмы давали, и кроссовки, и туфли, и все такое. Каждый ребенок, который идет в первый класс, он уже все получает. У нас в этой пятой школе учатся трое детей. Мы не жалуемся. Акция «Дорогу в школу» длится на протяжении 10 лет, и количество участников с каждым годом увеличивается. По статистическим данным, за 9 лет существования по всей республике было охвачено помощью более 2 миллионов детей. Им предоставляли школьные принадлежности и одежду. На общую сумму 15 миллиардов тенге. К слову, в этом году планируется обеспечить школьными принадлежностями и одеждой около 300 тысяч школьников по всему Казахстану. Осель Сазамбаева, Жак Слыкнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Доверие населения. Именно так называется масштабный проект, который реализует Карагандинская областная прокуратура. С марта нынешнего года было организовано 2000 мероприятий. Оказана помощь свыше тысячи жителям Карагандинской области. Данный проект «Доверие населения» имеет три основных направления. Это взаимодействие правоохранительных органов с местным населением, решение социальных проблем граждан, а также индивидуально-профилактические мероприятия. За неполные полгода в трех городах и пяти районах области прошло 2000 встреч с населением во дворах, больницах, школах и мечетях. Последним уделяется особое внимание, поскольку одна из главных задач – это профилактика религиозного экстремизма и терроризма. Сегодня прокуроры могут похвалиться положительными результатами. Примерный учитель города Карагандин в трех интервьюционных подзвездных взяток изъявил желание принять участие в конкурсе по удовлетворению грантов в банках и дорожных картах. В ближайшее время пройдет обучение по программе «Доверие населения». Без внимания я оттавлюсь, который не попалится. С ними также проявляю учащие семинары. Объяснили им, как нужно работать с разными, которые ставят на неправильный ход. Особое внимание во время встреч с населением специалисты надзорного органа уделяют реализации государственных программ. В частности, дорожная карта бизнеса 2020. Работники прокуратуры помогают гражданам организовать свое дело. Однако не все так гладко выявились и проблемы. В основном они связаны с получением кредитов в банках второго уровня. Банки второго уровня не рискуют реализовать незанятые населения, ввиду отсутствия каких-то денег. Презагограды рекомендуют банкам пересмотреть внутренние регламенты с учетом реализования начинающихся принимать программы продуктивной занятости и массовой воспринимания. Средним направлением было оказание адресной социальной помощи. Работали социальные длительные строения населения. Мы увидели, что люди элементарные знания получат адресную социальную помощь. Поэтому используем меры и поддержки гарантированных государствам. Оказано, что это элементарные прописки по мере жизни до уделения бюджета денег для привлечения необходимых учебников. Начальник управления областной прокуратуры отметил, что главная проблема граждан – это незнание своих основных прав. Порой жители области не знают, кому именно обращаться за помощью. На заседании совета было отмечено, что решение социальных проблем благоприятно влияет на общественную стабильность. В завершение были высказаны пожелания и рекомендации по повышению эффективности проводимой работы. Андрей Тенжик, Слык-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области продолжается неделя музеев. В этот раз жители шахтерской столицы смогут узнать много нового об истории горного и плавильного дела. Выставка имени Макена Туригельдина представлена в четырех разделах, где подробно рассказывается о горнорудном деле от эпохи бронзы и до наших дней. В Караганду сотрудники музея поселка Жезды привезли около 200 объемных экспонатов. Музей в поселке Жезды единственный по своей тематике экспозиции показывает историю горнорудного дела с эпохи бронзы и до наших дней. Через инсталляции посетители выставки смогут побывать в роли древних рудокопов и познать все секреты древних металлургов. Поскольку Лута уже сказганский регион издревле являлся центром металлургии, мы нашу выставку назвали «Сарарка. Край древних мастеров». Сарарка и Жиль Гащибелья Рутана. Наша выставка состоит из четырех разделов. Один раздел мы посвятили великому человеку, основателю, можно сказать, геологической школы Казахстана Канышеву Монтайичу Сарпаеву. В 35 километрах от нашего поселка, в Карсахпайе, сохранился единственный мемориальный дом-музей Канышев-Сарпаева, который действует в комплексе с нашим музеем. Сегодня на выставке представлены личные вещи, рукописи, некоторые фотографии из жизни Канышев-Монтайича Сарпаева карсахпайского периода. Также мы представляем инсталляцию одной из наших экспозиций музеев, посвященной древней металлургии. Важное место на выставке занимает и тема «Стосемидесятилетие основания Джазганского меднорудного края». Архивные материалы по истории промышленного освоения Улытау-Жазганского региона увидят посетители выставки. Кроме того, представлен личный комплекс основателя и первого директора музея Макена Туригельдина. Всего представлено более 200 экспонатов. Да, ну отец у меня, он участник Великой Отечественной войны, вот в свое время бывал часто в России, посещал много музеев, вот, и его вот эта тема увлекла. И как только он ушел с государственной службы, он начал заниматься созданием музея в поселке Джизды, он раньше назывался Марганец, вот, и, в общем-то, буквально, можно сказать, с чистого листа он, пользуясь тем, что люди его знают, уважают, собрал за более чем 20 лет около 16 тысяч экспонатов. По оценке специалистов из стран СНГ, это единственный музей, в котором любой посетитель сможет узнать об истории горно-рудного дела. Более подробно. В музее представлено около 16 тысяч экспонатов. В шахтерскую столицу привезли лишь малую часть. Но это не мешает жителям Караганды изучить историю, говорят организаторы. Асель Сазанбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин